Итак, уважаемые зрители и слушатели, я сегодня немножечко предстану перед вами в другой ипостаси, в другой функции и познакомлю вас с второй своей биографией, не только врачебной, но и творческой. Ну и, наверное, надо начать с классического текста, который многим вам знаком в виде песни, но тем не менее, неожиданно для меня, честно говоря, через достаточно большое количество лет, выяснилось, что эта песня очень популярна и популярна до сих пор. Итак, а ты опять сегодня не пришла, а я так ждал, надеялся и верил, что зазвонят в душе колокола, и ты войдешь в распахнутые двери, перчатки снимешь около дверей, небрежно бросишь их на подоконник. Я так замерзла, скажешь, обогрей, и мне протянешь зябкие ладони, я их возьму и каждый ноготок Перецелую, сердцем согревая, о, если б ты вступила на порог, но в парк ушли последние трамваи. Вот и опять сегодня не пришла, а я так ждал, надеялся и верил, что зазвонят в душе колокола, и ты войдешь в распахнутые двери. На самом деле, очень часто спрашивают, как вообще это появилось. Песня была написана, когда мне было 16 лет, неполных даже. И, кстати, не так давно, летом, сюда приезжал в Израиль автор музыки, мой одноклассник, товарищ, он сейчас живет в Штатах. Он вообще до последнего не знал, что то, что мы написали, популярный, все поют, очень удивился и стал узнавать в Штатах, знают ли выходцы из Советского Союза. Оказывается, знают, он был очень удивлен. На самом деле, очень часто спрашивают, как эта песня родилась, и почему она моментально стала популярна во всем Советском Союзе. На самом деле, есть очень интересное объяснение, и как бы неожиданное немножечко. Дело в том, что тогда мы еще учились в школе, и у нас был замечательный, я считаю, школьный театр. Мы ставили спектакли, мы выступали, участвовали в конкурсах, и вот наше такое кредо творческое, театральное, были то, что сейчас называется мюзиклы. Тогда это еще не было мюзиклы, это были конец 60-х годов. Мы называли это музыкальная сказка. То есть брали сюжет традиционно известной сказки и переделывали его на современный лад. Ребята были музыкальны, хорошо пели, играли на инструментах, и все это было очень красиво выглядело. Так вот, в 1971 году летом был всесоюзный фестиваль самодеятельных в таких творческих коллективах. Проходил он в Ленинградской области на Карельском перешейке. Со всего Союза съехались вот такие коллективы, и мы привезли на этот фестиваль сказку «Золушка» в современном виде. Так вот, эта песня – это песня, которую поет принц, ожидая, когда же появится его избранница после бала, которая потеряла свою туфельку. И когда был заключительный день фестиваля, такая как бы избранная программа, показательное выступление, и как элемент показательного выступления мы пели эту сценку с этим текстом. Естественно, вы знаете, да, что молодежь, дети, они всегда все переписывают, записывают. Вот, и переписали слова, музыку этой песни, ноты, и разъехались по всему Советскому Союзу. И на следующий день практически весь Советский Союз запел эту песню, а потом она вышла на сцену, и вот так до сих пор живет. Очень интересно, оказалась ее история долгая, и никто не знает, собственно говоря, вот так, почему поют. Даже вот Маркин, певец, который пел, он все пытался выяснить, как же она появилась, появилась до тех пор, пока мы с ним не встретились здесь, в Израиле. Вот тогда он очень удивился, мы так хорошо поговорили с ним. Вот, и так она пошла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова